Детей из нескольких детских домов Курганской области пригласили на день открытых дверей в правительство региона. Кроме них, традиционно в гости пришли и студенты факультета журналистики Курганского госуниверситета. Для ребят провели экскурсию по зданию правительства. Им рассказали о том, что более века назад здесь располагалось духовное училище с общежитием. А в годы Великой Отечественной войны в здании развернули госпиталь для тяжелораненых. Дети узнали о том, что здесь же хранится высшая государственная награда – Орден Ленина, которую достоилась наша область в 1959 году за рекордную урожайность. Сотрудники информационно-аналитического управления провели ребят в пресс-центр. В этом кабинете проходят встречи с журналистами. Ребята примерили на себе кресла важных правительственных служащих. Кроме того, они побывали и в галерее, где размещены портреты первых лиц области с самого начала образования Курганской области. Мне больше всего понравилось в экскурсии этот музей узнать, чем раньше занимались, какие были компьютеры. Какие ордена. После экскурсии в Малом зале правительства региона прошла встреча с врио губернатора за Уральем. Девочка Саша и некоторые другие ребята уже были знакомы с Вадимом Шумковым. Не так давно он посещал Веденский детский дом, где и познакомился с детьми. С губернатором я знакома давно уже. Сказали, что приезжает сегодня большая проверка с губернатором. И стал задавать себе вопросы. Когда он задал мне вопросы, сказал, что хочу стать балериной, и мне нужен телефон, чтобы заниматься балериной, смотреть видеоуроки. Через несколько дней мне передали от него телефон. Когда видишь улыбающихся ребятишек, детей, всегда становится немножко легче. И очень быстро понимаешь, ради чего работаешь. Не ради цифр, не ради какой-то бумаги, а ради нормальных, живых, красивых ребятишек, за которыми наше будущее. Теплая встреча прошла в формате вопрос-ответ. Студенты и воспитанники детских домов задали вопросы на интересующие их темы. Например, будущие журналисты коснулись развития промышленности в нашей области. Эту работу мы сейчас строим в двух направлениях. Первое – это задача загрузить те припятия, которые работают в Кургане. И мы и моя команда постоянно проводим мероприятия. Вот буквально вчера у нас были представители компании «Роснефть». Второе направление – это, конечно же, строительство новых припятий, либо оживление того, что, говорили, работали там до 90-х годов. Ребята помладше задали вопрос о том, что самое важное в работе Вадима Михайловича и его команды. Если прям мгновенный ответ – эффективность и результат. Если такой, знаешь, более философский, конечно, опять же, работа на людей. Потому что результат точки зрения цифры, я могу показать огромное количество отчетов, там все прописано. Вроде бы работают, вроде бы какие-то результаты есть. Но если люди этого не чувствуют или говорят обратное, тогда, значит, наверное, правительство движется немножко другим путем. Потому что самое главное – это чтобы люди постоянно ощущали улучшение своей жизни. В конце встречи Вадим Шумков обратился к молодым зауральцам. Ребятам, которые постарше, я пожелал бы по-другому подходить к жизни. Не питайте иллюзией, что кто-то вашу жизнь переобустроит за вас. Если вы будете просто исповедовать пассивную модель, что кто-то должен за меня убрать мусор, перестать пилить дерево в моем дворе, либо иные проблемы, ну, это не очень правильно, мне кажется. Я предлагаю всегда активную повестку. Я готов принимать вас, нашу большую команду, я готов задействовать вашу энергию. Ну, а вам, кто помладше, ребятки, тоже такая просьба, пожелание – растите правильными людьми. Добавим, что подобные Дни открытых дверей в правительстве региона проходят ежегодно.